Встреча с Амельченко Дима Коробов 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 Дима Коробов Встреча с Амельченко Дима Коробов Встреча с Амельченко Дима Коробов Встреча с Амельченко Дима Коробов Дима Коробов Встреча с Амельченко Дима Коробов 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 Сейчас нужно опять наигрывать связи, два ключевых игрока, игроки основного состава. Ну это жизнь, футбольная жизнь, поэтому мы рады, это делает честь клубу или кламу клубу. – А за дублем наверняка смотрите, да? – Да, всегда, когда есть возможность, здесь когда играют, я всегда смотрю. Выездные игры, я всегда получаю информацию от тренера, как они играли, все. По просьбе, если просят тренер какие-то позиции усилить и ребята, которые не попадали. У нас в основной состав 3-4 человека я всегда отдавал и играли, потом я получил информацию и сам смотрел. Ребята есть молодые, все, но, скажем так, на сегодняшний день, пока они до основного состава, пока не дотягивают. Ну, все под контролем. – Ну, вот уже касаясь ожиданий болельщиков, которые, конечно, хотят выхода. На следующий этап, да, в следующий этап, все-таки, вы какую цель ставите? Устроят ли, допустим, пятое, шестое место по итогам чемпионата? Или все-таки нужно в четверку заветную попасть? Ну, уже я неоднократно говорил, и губернатором области, и руководством клуба была поставлена изначальная задача в начале чемпионата быть в десятке. В десятке, с учетом того, что команда только вышла в футбольную национальную лигу после долгих лет ожидания, да, там все, решили задачи, мы у выхода в десятке. Ну, я повторял, еще раз повторю, что в десятке любое место может быть. Но, судя по той ситуации, которая складывается, коль мы находимся в лидирующей группе и реально претендуем на, ну, скажем так, на следующий день. – Есть первый вопрос у нас. – Здравствуйте, аргументы и факты, прямая линия. Представьтесь, пожалуйста. – Здравствуйте, меня Александр зовут. – Можете Павлу Пантелеевичу вопрос задать свой? – Да, вот в этом году у него заканчивается контракт с нашей командой. У меня вопрос, будете ли он продлевать это и от кого это будет решение зависеть? – Добрый день. Да, действительно, у меня заканчивается 31 мая контракт с футбольным клубом «Факел». Зависит продление от результатов, которые команда покажет, и от решения, ну, президента клуба. – То, что касаемо моей позиции, моей позиции на этот счет, проект «Факел» мне интересен все, и мне хотелось бы, ну, сделать хорошую, добротную команду в Воронеже, чтобы радовать болельщиков своей игрой. – Спасибо, до свидания. – До свидания. – Волнует болельщиков, останетесь вы или нет? Не только за футболистами смотрят и Павлу Пантелеевичу проговорили, время покажет. – Я об этом не думаю, потому что у меня действующий контракт, в любом случае, я его отработаю до конца. А там, как сложится ситуация, все. – Павел Пантелеевич, а как вы относитесь к тому, что перешли в то осень, весна? – Крайне негативно. Крайне негативно. Если брать профессиональной точки зрения, это нонсенс совершенно. Надо учитывать, я понимаю, что в угоду мотивировка была Еврокубки, Европейский календарь, да, все. Но это в интересах трех-четырех-пяти максимум клубов, которые играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Надо учитывать климатические условия, надо учитывать инфраструктуру клубов, да. При нашей географии, при Сибири, при Дальнем Востоке, климатические условия, ну, неприемлемо играть зимой и отдыхать летом, да. Это совершенно неправильно. Один момент. Второй момент. Есть примеры, допустим, стран более северные с нами, да. Это там, допустим, Финляндия, особенно Норвегия, там. Они играют, играют нормально, потому что у них крытая манежа, они играют в крытых манежах, все. И при сейчас, при качестве полей последнего поколения, да, делайте манежа, допустим, Сибирь, Дальний Восток, все. Играйте спокойно, все. Ну, нельзя начинать чемпионат и заканчивать чемпионат в условиях, где, ну, неприемлемо футбол играть, да. Некачественных полей, все. И самое главное, футбол для кого? Для зрителей. Зритель должен смотреть в комфортных условиях. Ну, не сидеть на пластике, да, в минус 20, а футболисты выходить на каток играть в футбол. Ну, это неправильное совершение. У меня зовут Александр. Я бы хотел, знаешь, вопрос вот такой, да как существует связь, взаимосвязь между клубом, основной командой, между Дубной, со школой, да, вот. Такая-то часть вот эта, что Дуба как отдельная там единица, там, как сама по себе там находится, да. По школе, вот по школе тоже такой цене, что школа, школа особо интересует, она там тоже, не знаю, для того, чтобы там не даять. Вот. Спасибо за вопрос, я понял вопрос. Что касаемо дублирующего состава, значит, все находится под контролем. Я всегда, всегда, когда в Воронеже команда играет, и у меня, и мы находимся здесь, в Воронеже, всегда стараюсь поехать на игру, посмотреть ребят, там, иногда наши ребята, кто не попадает в состав, играют за дублирующий состав. И те ребята, которые есть, молодые, все, все находится под контролем. Если это выездные игры, всегда я на связи после игры с тренером Дубля, получаю информацию, кто как сыграл, как проявили для себя ребята. Все, к великому сожалению, к великому сожалению, для ребят это должно быть стимулом попасть в основную команду. Ну, к великому сожалению, на сегодняшний день, ну, скажем так, ребята, которые находятся в дугле, они, ну, пока не дотягивают до игроков основной команды. Основной команды. Да, есть задатки, есть перспективы, все, но это уже работа тренера дублирующего состава. Что касаемо детской спортивной школы, я вам скажу такую вещь, что я с вами полностью согласен, была бы ситуация от меня зависящая, то, естественно, что те зарплаты, которые там существуют, платят, это мизер, это издевательство, скажем так, да. Ну, это не компетенция клуба, не компетенция моя, это есть, ну, министерство спорта, да, более высокие организации, которые устанавливают эти ставки, все. Ну, это действительно, я с вами согласен, что человек должен быть сконцентрирован на воспитании молодых игроков, а не на мыслях о том, как прокормить свою семью. Аргументы и факты, прямая линия. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор, я живу в городе Борисов-Орлевске, болельщик факела с 80-го года. Давайте его распространяйтесь. Я живу с 80-го по 89-й год, так что видел взлеты и падения команды. Вот, хочу сказать большое спасибо Павлу Пантелеичу, ребятам, которые играют за слаженную хорошую команду, хорошую игру, руководству клуба. Пожелать в этой, может быть, непростой экономической ситуации стабильность финансовую, чтобы не потерялись и не падали вниз. Павлу Пантелеич, вопрос у меня вот такого характера. У нас вот сейчас, ну, мы знаем, на просмотре находится из факела московская «Динамо» Виталий Шахов ушел, Коробов Дмитрий. Ну, не будет ли все и с этим вот ослаблено, как бы наша команда, какова дальше будет у нас трансферная политика. Вот, может, стоило бы ребятам немножко задержаться для того, чтобы сделать шаг наверх. Вот, а так, у нас большая группа болельщиков, в Борисов-Орлевске мы переживаем за факел. Ну, вот, так что мы вместе с вами и ждем поступательных движений вверх. Спасибо за добрые, хорошие слова в адрес команды, руководство команды. То, что касаемо вашего вопроса, да, действительно, на сегодняшний день Дима Коробов и Виталик Шахов, это были игроки основного состава. Дима практически все уже сегодня, наверное, подпишет контракт с Уралом, находится в расположении Урала. Вот, Виталик, вы знаете, он находится с московским «Динамо» в Португалии на сборе до 23-го числа, и по результатам этого сбора определится его судьба, подпишут они с ним контракт или нет. Конечно, для меня, как для тренера и для команды, потеря двух игроков основного состава – это существенная потеря. Но в то же время это делает честь и рекламу нашему клубу, команде «Факел». То, что ребят увидели, молодых пригласили в команды премьер-лиги. То, что касаемо усиления, на сегодняшний день у нас на просмотре находятся пять ребят, все со второго дивизиона, так же, как и Дима Коробов, так же, как и Виталик у нас пришли со второй лиги, и они и там не были игроками основного состава, скажем так. И то, что они здесь раскрылись, это реклама клубу и делает честь это все. Надеемся на то, что ребята, которые пришли, у нас сохранился костяк команды с прошлого сезона, 19 человек у нас осталось, и сейчас на те позиции, которые мы считаем, на освободившиеся позиции с уходом ребят в силу тех или иных обстоятельств, кто-то в состав не попадал, кто-то не смог выдержать конкурентной борьбы, которые ушли из команды. Сейчас мы пригласили ребят, молодых, перспективных со второго дивизиона, и надеемся, что они заиграют. И здесь ослабления, я не думаю, не будет, потому что костяк сохранен. Да, немножко тут нужно будет время, чтобы наиграть. Если Виталик уйдет сейчас, то наигрывать какие-то новые связки нужно, связи. Все, ну, почти два месяца есть у нас для этого. Я думаю, мы решим все проблемы и достойно будем, завершим чемпионат. Спасибо большое, Павел Пантелеич. Удачи вам. Верим в то, что мы пойдем вперед поступательно. Всего вам доброго. Спасибо. Умехов. Спасибо огромное. Всего доброго. Павел Пантелеич, я понял, как сейчас команда находится здесь, она втягивающий сбор проводит, а потом будет выезд уже, наверное, за границу, да? Нет. В Сочи, да? Дагомыс, и потом вы будете участвовать в турнире, да? Да. Сколько там команд, вот про турнир можете, в двух словах? Да. Ну, план подготовки с 13-го числа мы начали здесь работать, с 13-го будем работать до 20-го числа, включительно 20-е число. Ну, правильно вы сказали, что втягивающий после отпуска, втягивающий сбор такой. Две цели мы преследуем. Восстановить двигательную активность. Ну, в аэробном режиме все занятия идут, начинаются с тренажерного зала, и потом беговая работа, аэробный режим, для того, чтобы подготовить опорно-двигательный, и соответствующую систему к основной работе, которая будет проделана уже на двухнедельном сборе в Сочи. Команда, значит, до 20-го работает, потом ребята получают два дня выходных, и 23-го числа выезжаем мы из Воронежа в Сочи. С 24-го по 5-е число будет сбор в Сочи, посвящен он закладыванию фундаментов, физических кондиций. В двухразовом режиме все занятия будут идти. Первое занятие будет восстановление технических навыков с мячом, и второе занятие вечернее будет, все вечерние занятия, это беговая, прыжковая работа. Заканчивается сбор у нас 5-го числа, потом ребята получают 3 дня выходных, 4 дня выходных, ну, с учетом переезда, там все, 3 дня, получается, чистого отдыха, все. И 10-го числа мы вылетаем на Кубок на Кипр для участия, дальнейшей подготовки к чемпионату и участия в Кубке Футбольной Национальной Лиги. В Кубке Национальной Футбольной Лиги участвовать будут 16 команд, 16 лучших команд по итогам первого круга, разбитые на 4 четверки, по 4 четверки. Регламент, если раньше проводился этот Кубок в четверках по круговой системе, и победитель, победитель, ну, команды, занявшие места там первая, с первыми играли, стыковые игры, четвертьфинал, полуфинал и финал дальше уже двигались по олимпийской системе, то здесь начинается турнир сразу, практически, ну, такая смешанная модель, олимпийская с круговой, такая интересная, ну, это первый год так. Четыре команды в группах играют, пара, две пары играют, и проигравшая команда практически уже все, лишается возможности бороться за титул, только за определенное место какое-то. Потом два победителя между собой играют, одна команда выходит, а проигравшая команда играют между собой все, и по итогам, ну, участия в этом, то есть не по итогам. Аргументы и факты, прямая линия, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Можете задать все вопросы Павлу Пантелеевичу? О, эфире, да? Да-да-да, в эфире. О, это стало очень хорошо. Вы знаете, для начала хотел бы поблагодарить Павлу Пантелеевича за все, что он делает для вооруженного футбола, для фахела в частности. Но вопрос хотел бы задать такой, что, ну, в настоящий момент мы всей страной сейчас, ну, ну, следим, как бы, то есть наблюдаем и падение цен на нефть, допустим, следим за экономической ситуацией в стране. Вот вы знаете, вопрос у меня такой, влияет ли это как-то на вооруженский футбол вообще, на факел в целом? И можно ли сказать о том, что то, что Павла проводит один из сборов на Кипре, можно ли это считать показателем того, что фахели все в порядке в целом? Спасибо за добрые слова. Что касаемо, полностью с вами согласен, непростая экономическая ситуация в стране. Естественно, что она коснется всех сфер деятельности, независимо от спорт или промышленности, или образование, там, медицина, все, всех коснется. То, что касаемо финансовой составляющей на сегодняшний момент, у фахела нет проблем. Нет проблем, все у нас, все то, что было запланировано с руководством клуба, учебно-тренировочные сборы, участие команды на Кипре в Кубке футбольной национальной лиги, все проплачено, уже все, и гостиницы, и билеты, проблем никаких нет. Да, в какой-то степени может это сказаться, как еще раз повторю, на всех видах деятельности, но проблем у нас с этим нет. Стабильное финансовое состояние в клубе, и я думаю, что ничего кардинально не изменится при той любви болельщиков и отношении руководства в области команды. Я думаю, что, может быть, немножко, немножко, может быть, придется там немножко бюджет, чуть-чуть подкорректировать с учетом экономической ситуации, но кардинально это не повлияет на финансовую составляющую. Я понял, господин Пантелеич, а можно еще вот один вопрос? А каким образом вообще, то есть можно ли говорить о том, что все это может отразиться на стоимости билетов? Вот располагается вы такой информацией или нет? Ну, я не экономист, но, наверное, каждый человек здравомыслящий понимает, что с учетом и санкций против страны, и падением, то, что вы сказали, цены на нефть, все. Ну, если и будет, то это, по всей видимости, не так существенно, потому что, если вы смотрели там недавнюю встречу президента страны с генеральным директором аэрофлота, наоборот, было такое пожелание, указание президента о том, чтобы на внутреннюю линию, по возможности, снижались цены, все. Поэтому я не думаю, что это так сильно повлияет на цены на билеты. Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо за вопрос. И с учетом этого, значит, у нас было в группе, у нас была Астрахань, Волга, они между собой должны были играть луч в Владивостоке, мы. Ну, и ситуация в нашей группе, вот сегодня я только перед выездом сюда получил информацию о том, что у нас по Волге было ясно, что они не будут участвовать в связи с финансовой ситуацией, Нижний Новгород не будет участвовать. И у нас сегодня, мы должны были 15-го числа играть с луч в Владивостоке. И вот сегодня получена информация, что вместо них будет участвовать команда профессиональной футбольной лиги Чертанова. У нас игра с Чертанова, а Астрахань будет играть с Краснодар-2. Все две команды со второго дивизиона с отказом по раскладу, если так, то команды, которые не попали в 16, так, если кубок футбольной национальной лиги, они должны были... Ну, да, ну, там отказался Армавир играть, ну, тоже там финансовая ситуация такая важная. Поэтому такая ситуация. Аргументы и факты, прямая линия, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Долженков. Я болельщик факела со стажем. Хотел вопрос задать. Да, пожалуйста, задавайте. Павел Потеревич, слушай. Павел Потеревич, добрый день. День добрый. Спасибо, во-первых, вам за команду, потому что, действительно, я, например, как-то в последнее время реже стал ходить на стадион, но вот в этом сезоне прям ходил и даже мороз и снег приболел, правда, после этого, но есть на что посмотреть. Спасибо огромное. Вопрос у меня такой. Подскочила информация, я на футболе на куличках, я видел, что Шаховым и Коробовым интересуются клубы премьер-лиги. И что чуть ли не уже там, ну, как бы они же размещают информацию, да, о планируемых переходах. Что идут переговоры по Шахову и Коробу вот в этом межсезоне. Скажите, пожалуйста, мы опасались, болельщики, что после успешной такой игры будет интерес к нашим футболистам. Понятно, что ситуация кризисная, да, экономическая. А что будет с командой? Возможен ли вот такой уход ведущих игроков? Ну, спасибо вам за добрые слова. То, что касаемо непосредственно двух этих ребят, все. Дима Короба уже, ну, все, он игрок Урала на сегодняшний день. Виталик Шахов находится в расположении Московского «Динамо» в Португалии на сборах. Но он пока на просмотре. До 23-го числа у них сбор, и вот в этот период определится его дальнейшая судьба. То, что ребята покинули, получили приглашение, честь им и хвала. Это результат той игры, которую команда показывала, и ребята в частности. Все, я не думаю, что это кардинально. Да, конечно, потеря двух основных игроков – это существенный момент для любой команды. Но у нас остался добротный, хороший костяк с прошлого года. Плюс сейчас у нас приглашены молодые, перспективные ребята с команды 2-го дивизиона на эти же позиции. На позицию Димы Короба, на позицию Виталика, центрального защитника. Все, и я не думаю, что это существенно отразится. Да, потеря, все, но я не вижу большой такой проблемы в этом все. Я думаю, что мы в состоянии заменить их. И внутри команды у нас есть ребята, которые с прошлого года, которые могут занять эти позиции. Все, поэтому я думаю, что костяк остался, и мы достойно завершим чемпионат, который начали в прошлом году. Ну, то есть, кроме вот этих двух персон, по другим игрокам переговоров не ведется? Ну, официально в клуб никто не обращался, но интерес проявляется еще к некоторым игрокам команды «Факел». Ну, официального обращения нет, ну, это на уровне агентов такие все разговоры идут. Пока мы владеем ситуацией, но пока вот такая ситуация. Все начали работать, кто на контрактах с прошлого года. И плюс прибыло у нас 5 новичков на просмотр. И с Тимошиным в понедельник будет, ну, знакомый вам игрок по выступлению «Факеля» в 2013-2014 году. И с ним будет подписан понедельник контракт центральной защиты. Спасибо вам еще раз. С Новым годом, с праздниками, со всеми. Спасибо за команду. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. До свидания. Да, все доброе. Аргументы, факты, прямая линия. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ларшин. А можете задать свой вопрос, Павел Пантелеевич? Хотел бы поблагодарить команду. Так, вопрос следующий. Павел Пантелеевич, говорю, устроится 3-4 года нормально. Вот уже полтора года прошло, и в это трансферное окно, оно вот сейчас важно, то есть выполним мы задачу выйти там максимально в премьер-либо, и у команды сейчас будет собрана. Либо на следующий сезон соберем команду, которая будет уже летом опять в ФАНО играть. На какой статии сейчас команды находятся, становлений? Спасибо за свидание. Спасибо за вопрос. Но действительно, чтобы создать команду и построить команду с хорошей игрой, выстроить все это, время нужно все, но мы двигаемся в правильном направлении. Та работа, которая за полтора года проделана, она дает какой-то определенный результат. Ну то, что ребята там некоторые ушли, ротация неизбежна, неизбежна ротация. Кто-то не выдержал конкуренцию, не попадал в основной состав, ребята ушли. Пришли молодые, перспективные ребята, которые с нашей точки зрения должны прогрессировать. Если они подойдут, мы подпишем контракт. А так у нас проблем нет, в костях команда осталась. Я думаю, что поступательно мы будем двигаться в том направлении, которое мы определили. Создавать команду ни на год, ни на два. Спасибо, спасибо вам. Поехали, Павел Павел, а вот сейчас в Сочи, когда вы отправились, вы не сказали, что будут ли какие-то контрольные матчи? Или просто будете физухой заниматься? Контрольных матчей не будет на этом этапе, я считаю, что это нецелесообразно. А то, что с учетом новичков, мы проведем просто две двухсторонние игры между собой. У нас количественно позволяет это все и не устраивать. Обычно контрольная игра – это эмоции, а когда организм еще не готов к этому. Двухсторонняя игра между собой. Мы в любой момент останавливаем, коррективы я могу поменять местами, сочетания другие смотреть. И регламент, мы там укороченный, два тайма по 30 минут играем. Мне нужно получить информацию о игровых качествах игроков, которые прибыли. Своих-то я всех знаю, и все. Основная работа – это заложить хороший фундамент функциональный. А вот про информацию, на сайте публикуется, после Кипра там еще планируются сборы, да? На еще неизвестное место. Да, места не определили мы, с чем связано это. Сейчас мы на Кипре будем, посмотрим, в каком состоянии там поля. Потому что и так сейчас информация, что там не очень хорошего качества. Но если брать, допустим, качество полей в Турции и на Кипре, то всегда лучше было в Турции, во всех отношениях, да. Ну, более так раскручено, да, действительно все, инфраструктура, и отели лучше, и питание, и все-все лучше. Кипр немножко, ну, ситуация с политической связана. Все команды, ни одна команда. То есть, сначала в Турции, а теперь в Турции? Ну, естественно, все команды скорректировали, и некоторые команды даже, ну, не знаю, как там будут выходить. Я вот, допустим, знаю, что Астрахань, три сбора, они проплатили вперед в отель. И не знаю, как они там возвратят эти деньги, не возвратят все. В этом плане. И если мы сейчас будем играть, там, и те условия, которые будут, проживание и качество полей, все, то мы там, недельный сбор будем там проводить. Если нас это не устроит, значит... А какие еще варианты? А вариантов два. Либо в Сочи, либо... Потому что других вариантов нет. Хотя в Сочи тоже мы прекрасно понимаем, что на искусственное поле нам смысла нет никакого. Мы играем на натуральном, да? Нет. А там тоже полей-то не слишком много. А после этого, что сейчас, многие команды едут сразу туда в Сочи, да? И второй дивизион, я сомневаюсь, что вообще кто-то куда-то поедет. Потому что, как правило, это бюджетная команда, да? Финансируется из бюджета. А вы знаете, что с этого года постановление правительства запрещено финансирование из бюджета команд профессиональных. Поэтому проблемы будут. Аргументы факта, прямая линия. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Аран. Можете задать вопрос Павлу Пантелеевичу? Здравствуйте, Павел Пантелеевич. Здравствуйте. Значит, хотел вопрос задать по поводу легионеров. Значит, я не знаю, задали этот вопрос или нет. Скажите, все-таки у руководства команды принципиальная позиция по поводу легионеров? Или все-таки можно просматривать рынки других регионов или других стран? Ну, я скажу так, что просматривать можно, но нужно учитывать экономическую составляющую. И второй момент. У нас позиция такая, что хороший легионер, он дорогостоящий игрок. У нас, скажем так, в этом плане скромные возможности. Второй момент. У нас мы ориентируемся на то, чтобы дать возможность нашим российским игрокам раскрыть свой потенциал. И молодым ребятам. У нас, если вы знаете, что одна из самых молодых команд, ну, я не беру московский «Спартак» два и «Зенит» два, где ребята молодые играют. А так, в лиге у нас одна из самых молодых команд. И то, что молодые ребята получают приглашение из команды «Факинг», команды «Премьер-лиги», это для нас и честь, и, я скажу, что возможность дать, проявить свой потенциал ребятам. И вот сейчас ребята, которые пришли к нам на просмотр «Пять человек», все молодые ребята, 21-23 года, вот в этом возрастные такие показатели у них. И все. Молодые ребята из команд 2-го дивизиона. Понятно. Спасибо. Здравствуйте, Павел Павел Павелевич. Прежде всего, я хотел бы пожелать вам удачи во второй части чемпионата. Вам и всей команде «Факинг», чтобы вы постарались пробиться с переходной игры. Спасибо. И привезли к нам в Воронеж команду «Премьер-лиги». Спасибо. Мы уже позапрошлом году привозили команду «Премьер-лиги» «Торпеда Московская», будучи играющей во второй лиге. Спасибо за доброе пожелание. Я могу сказать всем любителям футбола, что команда «Факел» в весенней части чемпионата будет делать в каждой игре все возможное. Для того, чтобы добиться положительного результата. И по результатам чемпионата, мы реалисты, мы понимаем, что по результатам чемпионата, как минимум, попасть в стыковые игры. Потому что реально, допустим, с учетом того очкового отрыва от остальных команд «Газовика» и «Томска», сложно будет сделать что-то напрямую. А попасть в стыки – это реально. Мы находимся в группе лидирующей. И все сделаем для того, чтобы порадовать воронежских болельщиков футбола. А вопрос задать можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Если можно, вопрос будет связан не с командой «Факел» сегодняшней, а с вашей спортивной молодостью. Вот Александр Бубнов в моей книге пишет, что в 79-м году Ростов-ЧСК подарил «Факел» на финише сезона «Глачка», благодаря тому «Спартак» стал чемпионом. Я тот матч хорошо помню, хотя мне было всего 9 лет. Но, в общем, в силу возраста я не объективен в оценке этой игры. Бубнов в «Спартаке» тогда еще не было. Он в «Динамо» тогда играл. А вы были одним из ведущих игроков «СКА» и в том матче участвовали. Вот если можно, ваше мнение о том матче. Это была последняя игра чемпионата. И, насколько я так помню, за чемпионство боролись две команды. «Спартак», «Москва» и «Донецкий шахтер». «Донецкий шахтер» дома, я не помню, с кем они играли. Мы играли со «Спартаком». Ну, «Спартак» в этой игре стал чемпионом страны. Они обыграли нас все, но они достойны были стать чемпионом страны. Нет, я имею в виду, это был честный матч. Или вы действительно подарили им два очка, как пишет об этом Бубнов? Ну, это мнение, частное мнение Бубнова. Подарить мы могли что-то, если бы у кого-то день рождения был со «Спартака», мы могли что-то подарить. А так, играли в футбол. Играли в футбол при полном стадионе, стечении болельщиков, полный стадион. Спасибо за Ваш ответ. Всего доброго. Спасибо за вопрос, до свидания. Павел Патерьевич, раз прозвучал такой исторический вопрос, можно вдогонку задать. Тут, наверное, спрашивать о том, о главном матче в Вашей жизни. Не имеет смысла, наверное, все-таки финал Кубка СССР тогда. А вот самый трудный матч, вы можете вспомнить, какой был для Вас? Ну, наверное, самый памятный и самый трудный. Потому что, ну, велика ставка, да, велика ставка, что финал Кубка есть финал Кубка. Да, тем более, в Москве мы играли, там, День Победы, 9 мая. Лужники. Да, Лужники, да, 100 тысяч, 100 тысяч, да. Ну, 100 тысяч биток был, биток, да. Очень много зрителей было из Ростова, было несколько поездов, организованных поездов в Москву. И так, ну, там два сектора, ну, где-то порядка 5 тысяч только вот организованных болельщиков было приехало. И, конечно, для Ростова, для региона это огромный успех, да, и он, собственно, единственный, да, на сегодняшний день. Ну, вот сейчас Кубок выиграл, ну, это Кубок России, а тогда Кубок Союза, это немножко, немножко разные весовые категории, скажем так. И, конечно, самый памятный, самый тяжелый, тяжелый, в чем ясно, что Спартак фаворит однозначно был, что они, все, и поддержка зрителей, и, ну, и команда так объявила. Так объективно, так, что они, так, скажем, были сильнее по составу, там, все. Ну, финал есть финал, все, и сложность, в чем была, тяжелая, что они там лучше атаковали, мы на контратаках играли. И пенальти не забиты на 35-й минуте Сашей Мерзояном, как он Витя Радаев выручил у нас. Все, и потом в концовке, там, на 84-й минуте забили мяч, Саша Заварова в голову обыграл, там, штраф мой, отдал передачу, Серега Андрея забил. Все, и понятно, что и памятный тяжелый, и самый тяжелый, все, наверное, с этим связано, что-то. Ну, а тяжелых матчей было, ну, этот самый, наверное, в том, что сталка слишком великанная. Еврокубки, победа в Кубке, это исторический момент, на сегодняшний день так она и есть. Все, и участие в Еврокубке. Какой бы потерять? Ну, в принципе, это, в 29 или в 30 где-то вы закончили, да? Да. А это... В 29. В 30 мне было, да, в 29. То есть, это, в принципе, по нынешним меркам-то рановато, да? Да, рановато, да, рановато, все, но... Не было такого, ну, еще бы поиграть-то, да. Ну, я и сам, в принципе, мог я играть спокойно, все, я принял решение осознанно, все. Связано с тем, что, ну, тяжело мне стало, у меня сын родился в сентябре месяце, да, и вот маленький ребенок, все, первенец там, все. И сборы вот эти все, тяжелые, вот сейчас, как период, я понимаю, ребят прекрасно, что очень тяжелый период. И вот такая ситуация сложилась, что приехали на сборы, все, я чувствую, что я, ну, ну, не могу уже все, душой, этот маленький ребенок там, все. И, ну, так у меня безболезненно это все прошло, я закончил играть, меня сразу оставили в команде в качестве тренера, в качестве тренера. Ну, я был там, как тренер-лекционер, начинал, да. А потом через год я уехал в Москву учиться в высшей школе тренера, да. Два года в обучении учился в высшей школе тренера в Москве, и по окончанию все, начинал со мной тренингский путь. Поэтому, да. Сын не продолжал? Сын не, начинал он так, ну, маленький был, когда, ну, как, в подростковом периоде, там, в юношеском, все играл, а даже одно время он там в Италии, ну, он жил в Италии, и на итальянскую команду играл, все. А потом, потом, говорят, не все дети, я, кажется, показал с дружателем, все. Ну, я не настаивал на этом, все, это его выбор, его, все. Ну, футбол он любит, и в футболе он и работает, в футболе, работал в футболе, и со мной работал, и в других командах, и в последнее время был начальник команды, в кубок, когда они выиграли в Ростове, работал в администраторе, работал в советской команде, поэтому так, любит футбол, все. Понятно. Ну, если вспоминать первую часть чемпионата, вот, болельщики, конечно, воодушевились, поскольку в августе наступил такой перелом, а все-таки в ноябре, опять, такой спад пошел. Вот вы, вот, анализируя, с чем вы это связали? Может, какая-то усталость уже накопилась определенная, или что? Почему вы? Ну, откровенно говоря, вот у меня, как у тренера, главного тренера команды «Факел», ну, где-то и у ребят, я сейчас понимаю, сейчас, такой, ну, скажем, не совсем приятный осадок немножко остался от двух проведенных игр в концовке, да, с Астраханем здесь и с Денисеем в Красноярске. Две проигранные игры, которые у нас, ну, скажем так, мы опустились на пятое место, так мы шли, четвертое, третье, первый круг закончили, на третьем месте все это. С чем связано? Связано. Обе игры, обе игры, особенно домашняя игра с Астраханем, с Волгарем, я скажу, вот, за мою, ну, тренерскую карьеру, такого вот стечения определенных обстоятельств, ну, связанной с нереализацией, да, ну, в какой-то степени это уровень мастерства, в какой-то степени дикое какое-то невезение, абсолютно дикое, да, создать такое количество моментов, мы разбирали эту игру, анализировали, все, но это что-то из ряда воно выходящих, и получить одну ответную атаку, и проиграть игру, было, конечно, такое состояние неисприятное, да, забитый мяч незащитанный судьей, да, выбитый мяч рукой с линии ворот защитником, где должно было удаление пенальти, там, два или три раза в штангу, да, все, ну, это просто что-то, мы играли с огромным преимуществом против них, да, с огромным преимуществом, и проиграть игру, все, а последняя игра, то же самое, то же самое, проиграть, все, там, Миша Бирюков два момента с площади ворот, с двух метров там не забил мячи, все, но с этим связано, ну, и последнее, я не могу сказать, что там было совсем уж чемоданное настроение, что в отпуск команда уходила, все, ну, специфика, Дима Коропова получил травму, вот, в игре с Астрахани не поехал, а там искусственное поле, манеж, все, где он очень силен, да, вот, как с его дримбингом, все, здесь все моменты, ну, и связано, конечно, тоже, тоже, это не в оправдании, ни в коем случае, все, ну, специфика игры на естественном газоне и в условиях манежа на искусственном поле, это разное совершенно, разное, и не случайно, и не все, они шесть игр провели в манеже, шесть игр, все выиграли, все игры выиграли, хотя по игре мы их переигрывали, там, что, и не реализовали моменты, просто, не реализация моментов, все, ну, будем исправлять теперь ситуацию в оставшихся 14 играх. Может, в церковь сходить, которая не забивает. Ну, мы практикуем это дело перед началом чемпионата. Такое бывает, не факт, да, не факт, да, не факт, да, ну, надо и не факт, и мастерство. Ну, да, 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 а вообще, вот, как вам судейство, ну, вот, в первом дивизионе, то есть, вот, вы совсем недавно, что играли только вторая лига, да, так, ФФЛ, да, сейчас вот первая лига, Ну, я скажу такую вещь, что такого вот откровенного предвзятого судейства нету, и вот во втором дивизионе судят довольно квалифицированно, довольно ровно, довольно ровно все. И если есть какие-то претензии у кого-то там, ну, понятно, у програвшей стороны всегда есть какие-то вопросы, да, в силу тех или иных обстоятельств, но если тренер адекватный, он должен адекватно оценивать ситуацию. Если проиграла команда по игре, то здесь, судьи здесь ни при чем, да, ну, многие тренеры делают ссылку на судейство, да, на судейство. Ну, вот я сказал о игре с Астрахани, ну, там действительно, там такие моменты, которые, ну, с трибуны все видели, да, а судья не видел этого, ну, я не считаю, что он мог предвзят это, он мог просто, ну, как любой человек ошибаться, он мог занять неправильную позицию, неправильную позицию. Вот, допустим, с моментом, когда рукой выбил Иванов с площади ворот, допускаю все, ну, хотя там на записи видно, видно, да. Резервный сейчас активно имею право вмешиваться. Голка, да, голка, да, да. Боковой судья, находясь здесь в створе, ну, там видно было, что он из-за линии ворот вратарь выгребает этот мяч. И в записи там четко видно, что мяч на линии не часть пересекла, полностью мяч пересекла, он его оттуда вытаскивает все. Ну, тут слаженность действий бокового с основным все. Я считаю, что судейство нормальное, абсолютно. Не часто такое приходится слышать, в основном у нас, как любой тренер. Если проиграл судьи, все у нас валится. Не, не, я объективно оцениваю. Которые беды не защищены, на самом деле. Надо искать в себе, в себе же, где ты не доработал, где команда не доработала. Анализировать и указывать на это, и двигаться вперед. Если самокритично не будешь подходить, не будешь анализировать, прогресса никогда не будет. Это в пользу бедных разговоров там, где-то да. Да, есть категория тренера, в любая проигранная игра, виноват кто угодно, только не он и только не команда. Прежде всего, тренер сам должен себе задавать вопросы, все ли я правильно сделал. Так ли я подвел команду, так ли я подвел физически, психологически. Правильную тактику выбрал, правильный состав выбрал, все. А так можно все с ног на голову перевернуть и все. Это не тот путь, ну с моей точки зрения. У каждого свое, наверное, это что-то мое. Твердое убеждение, тренерское такое кредо, что надо искать в себе прежде всего и анализировать все. Аргументы и факты, прямая линия. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил Петров, я болельщик факела со стражем и хотел бы задать главному тренеру факела Павлу Гусеву вопрос. Да, Павел Патеревич вас слушает. В этом году из факела уходят лучшие игроки, такие как Шахов, Заболотный, на повышение коробов. И нам всем очень нравится, атакующие манеры в три нападающих, похожие на испанско-голландский футбол. Скажите, а будут ли равноценные замены и в качестве кого, чтобы мы опять были яркий атакующий футбол? Спасибо. Спасибо вам. Ну то, что ребята уходят, ну Дима Коробов, да, практически ушел, с Виталиком Шаховым пока вопрос остается открытым, он находится в распоряжении Динамо, с ними на просмотре. То, что касаемо той выбранной линии, тактики и построения игры, все это мы будем пытаться сохранить. У нас достаточно хорошая команда, костяк остался, приглашены. На сегодняшний день у нас будет на просмотре, вот находится в распоряжении команды пять ребят, молодых ребят с команд 2-го дивизиона, которых они в своих командах проявили те качества, которые нас на сегодняшний день в их игре, в их командах устраивали. Как они здесь смогут раскрыться, это уже и наша задача помочь им в этом, и они как себя проявят. Поэтому уход ребят, ну допустим Дима уже точно игрок Урала, я не думаю, что кардинально скажется на качестве игры команды «Факер». Спасибо, Павел Патеревич, спасибо, успехов. Всего хорошего. Спасибо вам, до свидания. Павел Патеревич, ну в принципе-то время уже подходит, уже... К концу нашей прямой линии я хотел бы от редакции этого руководства газеты сказать вам огромное спасибо, что все-таки нашли время, выбрались, приехали, ответили на очень интересные вопросы, которые, собственно, интересуют всех жителей города и области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова